На одном из сайтов наткнулся на интересный список 20 самых великих побед в истории России. Останавливаться на каждой победе бесполезно, это будет слишком долгий ролик, но вот о некоторых стоит сказать, потому что фантазии авторов до такой степени зашкаливают, что это невозможно пропустить мимо. Итак, одно из первых побед России называется разгром Хазарского каганата 965 года. Совершенно непонятно, как победа киевского князя относится к Москве, тем более, что князь Святослав, который участвовал в этой битве, был буквально врагом Москве, его ненавидели и преследовали. Против него высылались полки. Причем же здесь победа русского оружия непонятно. Кстати, до появления России с 965 года оставалось всего ничего, 756 лет. Дальше указывается битва 1240 года, так называемая Невская битва. Якобы шведы не выдержали натиска войска и бежали. За эту победу Александр и получил прозвище Невский. В реальности же Невская битва, согласно не российской мифологии, а западным источникам, если и состоялась на реке Неве, то была не более чем стычкой с грабителями, с потерями в общем количестве не больше 30 человек. Советую всем открыть страницу в Википедии о Невской битве и увидеть, как же там все расписано. А вот страничка, которая описывает эту же самую битву в кавычках на немецком языке. Пол такой странички в Википедии, потому что, собственно говоря, рассказывать-то об этой битве и нечего. И обратите внимание на нижний правый угол. Здесь написано «Победа», кому она досталась. Немцы, скрупулезные в своих терминах, пишут очень точно «Победа новгородцев». Они не пишут, что победа русских, они пишут «Победа новгородцев». Почему? Потому что Великий Новгород, Киевская Русь и Московское царство – это три различные страны. Вернее, Великий Новгород – это была нарождающаяся новгородская республика, которая вполне себе могла бы перерасти в большую настоящую страну, если бы в свое время Иван Грозный не вырезал там все население. Поэтому говорить о том, что Новгород – это и есть Россия – неправильно, так как между Новгородом и Московией был долгий многолетний конфликт. Точно так же о так называемом «Ледовом побоище», которое состоялось якобы через два года после Невской битвы. Считается, что Александр Невский одержал победу над рыцарями Ливонского ордена в апреле 1242 года на льду Чудского озера. В описании автора исход битвы предрешила грамотная тактика русских воинов. Они окружили немецкие построения с флангов и вынудили их отступить. Количество сторон историки оценивают в 15-17 тысяч русских и 10-12 тысяч ливонцев с наемниками. Западные историки давным-давно развеяли этот миф. Но нужно начать с того, что по знаменитому фильму, которым мы все засматривались в детстве, видно, что Александр Невский, очень ловкий полководец, заманивает немцев на хрупкий лед Чудского озера, и они по тяжестью своих доспехов проваливаются под тонкий лед. Те же, кто серьезно занимается хроникой Ливонского ордена, она так и называется «Старшая Ливонская рифмованная хроника». Там очень четко описывается снаряжение Ливонского воина. Ливонский воин был ничуть не тяжелее российского богатыря. Даже легче. Единственное, чем он отличался, глухозакрытым шлемом. Во всем остальном, они были менее защищены, чем хорошо закрытые кольчугой новгородские воины. Второй миф, который легко развеивается, якобы о многотысячных жертвах с обоих сторон, особенно со стороны Ливонского ордена. Что, конечно, абсолютная ложь, так как на 1240 год насчитывалось всего 150 рыцарей этого ордена. Все средневековые ордена рыцарей никогда не были многочисленными. Это были своего рода наемники, услугами которых пользовался тот или иной суверен. И летопись Ливонской хроники пишет о том, что орден потерял в том бою 26 рыцарей, 20 погибших и 6 пленными. Были также убиты порядка 400 человек, так называемые чуди, эстонская пехота, которых вели босыми подли коней. Итого 26 рыцарей и около 400 пеших эстонцев. Приблизительно столько же доставали со дна Чудского озера различные чудаки, которые надеялись когда-то там увидеть усыпанное дно рыцарских доспехов, мечей и кольчуг. Ничего подобного на дне Чудского озера найдено не было. В российских учебниках говорится, что ливонские рыцари ни с того ни с сего напали на непонятного им восточного соседа. На самом же деле Ярослав Всеволодыч, отец Александра, трижды нападал на этот самый Ливонский орден в 1223, в 1228 и 1233 годах. Название мест сражений это Дерб, Юрьев ныне Тарту, Кокнеси ныне Кукейнос. Раквери, свидетельства об этих событиях указаны в эстонских, немецких и литовских хрониках. Яблоком раздора во всех этих случаях была современная Эстония, и ливонцы, и русские делили эту неподеленную территорию. Поэтому, собственно говоря, поход 1240 года был ответным походом на три грабительских нападения со стороны русичей. Еще смешнее все обстоит с так называемой Куликовской битвой. Раньше по поводу этого сражения очень много спорили, но, по-моему, к 21 веку русские историки просто разводят руками и стараются помалкивать об этом. Дело в том, что никаких исторических доказательств или вещественных доказательств этой великой битвы так и не было найдено. До сих пор даже неизвестно, где она была и была ли она вообще. Вот что говорит официальная сторона, то есть российская сторона, по поводу Куликовского сражения. Дмитрию удалось собрать внушительное войско, состоявшее из московских, серпуховских, белозерских, ярославских и ростовских полков. По разным оценкам, 8 сентября 1380 года в решающей битве сошлись от 40 до 70 тысяч русских и от 90 до 150 тысяч ордынских войск. Победа Дмитрия Донского значительно ослабила Золотую Орду, что предопределило ее дальнейший распад. Обратите внимание, по старой привычке всегда силы противника ровно удваивают, то есть если было 70 тысяч русских, значит соответственно 150 тысяч ордынцев. Но так или иначе, это должно было быть великое побоище, где 200 тысяч воинов сошлись на одном месте. Так где же на самом деле находится Куликовское поле? Считается, что оно расположено в Куркинском районе Тульской области. Это примерно в 300 километрах к югу от Москвы. Якобы именно в этом месте и произошла самая знаменитая в русской истории битва между русскими войсками под предводителем Дмитрия Донского и татаро-монгольским войском под предводительством Мамая. Однако известно, и это доподлинный факт, что никаких следов знаменитой битвы на этом Тульском Куликовом поле почему-то обнаружено не было. Кроме того, историки и военные эксперты считают, что размер этого поля явно мал для крупной битвы. Там просто не могли поместиться все эти толпища. Третий аргумент, что стоило ли в те времена для того, чтобы схлестнуться в бою, ехать московскому князю 300 километров на какое-то непонятное маленькое поле в Тульской области, когда даже та территория не принадлежала московскому царству. То есть не сходится абсолютно ничто. Так вот, нашлись, естественно, чудики, некие Носовский и Фоменко, которые вывели еще более интересную версию, что Куликово поле находилось непосредственно в центре Москвы, недалеко от Кремля, по их мнению, и происходило это самое побоище. Это битва, одна из самых известных битв московских князей с татарами. Знаете, почему это даже не смешно? Потому что версия о Куликовской битве действительно настолько натянута за уши, что скорее люди поверят этим чудикам Носовскому и Фоменко, так как реальных доказательств нет, кроме как нескольких строчек в учебнике «Придуманные истории». Ну а если все же оттолкнуться от реальных фактов и забыть мифы русских сказочников, что же было в тот момент? В тот момент Русь, Киевская Русь, уже входила в состав Литовского Великого Княжества и правил в то время князь Ягайло. В сентябре 1380 года, говорит нам Википедия, Ягайло отправился на соединение с Мамаем против князя Дмитрия Ивановича, именуемого позже Донским. Так как же можно тогда назвать, что победа на Куликовом поле, неизвестно где оно было и было ли вообще, можно приписывать русскому оружию, точнее сказать, это была победа московского князя, но Москва тогда не называлась Русью, она так и называлась Московское Княжество. Господа, давайте же не будем уподобляться всяким сказочникам, которые придумывают себе свою собственную историю, а будем пользоваться доступными источниками информации. Эту информацию можно найти на всех языках, немецком, английском, шведском, французском, на любых языках. И что же мы читаем? Великое княжество Литовское просуществовало с середины XIII века до конца XVI века, до 1795 года. И это территория современной Белоруссии, Литвы, за исключением Клайпеды, Украины. России туда входили земли юго-западные, включая Смоленск, Брянск, Курск, Польша, Латвии, Эстонии и Молдавии. Великое княжество Литовское было непосредственным соперником Великого княжества Московского в борьбе за господство на русских землях. Окончательно прекратило свое существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. И только к 1815 году, после войны с Наполеоном, вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи. Очень многие люди элементарно путают Россию с Киевской Русью, с Российской империей. Но все эти страны различны. Эти страны различного корня. Киевская Русь всегда боролась с Московским княжеством, которое после стало называться Московское государство. Московское государство, в свою очередь, только при Петре Первом стало именоваться Российской империей. И империя, как и все империи, вела захватнические войны и захватывала все прибрежные территории. Что мы и видим, к 1815 году Российская империя поглотила Великое княжество Литовское. Но даже Российская империя, к сожалению, очень мало чего общего имеет современной Российской Федерации. Потому что между Российской империей существовал Советский Союз, который уничтожил Российскую империю. Он боролся против Российской империи. А современная Российская Федерация основана на осколках Советского Союза. Поэтому это еще очень большой вопрос, имеет ли она право называться Российской империей. Ну как можно говорить, что Россия вышла из Киевской Руси, если Киевская Русь, в каком бы виде она ни существовала, отдельно ли входя в Великое княжество Литовское, постоянно до последнего своего момента боролась с Московским государством. Это можно сравнить с тем, что нынешние бы немцы, например, начали бы гордиться победами римских легионов. Ну просто потому, что Германия когда-то была Германской империей, а еще до этого Германская империя сходила в состав Римской империи. Но извините, где современная Германия и где римские легионы? Между ними нет ничего общего. Ни в культурном, ни в языковом, ни в каком-либо другом виде. Поэтому то, что делает современная Российская Федерация, говоря о своих победах, извините, начиная от победы Хазарского Каганата, Киевского князя Святослава, это не укладывается вообще в нормальной голове. Во второй части мы поговорим о других победах, которые приписывает себе нынешняя Российская Федерация.